Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. У меня постоянно возникал вопрос записать видео про сложный процент, что это такое. Для меня кажется, это очень очевидная вещь, но практика показывает, что люди не совсем понимают, что это такое. Мне хочется просто продемонстрировать, что это такое, что такое сложный процент. Купюра 100 рублей, пускай она будет такая, какая-то юбилейная с Олимпиады. Это на одной чаше весов, потом здесь у нас есть такой период сложного процента. Сложный процент у нас определяется как эффективная доходность. Что значит эффективная доходность? Доходность инвестиций с поправкой на инфляцию. То есть средняя доходность российского рынка ценных бумаг составляет порядка 20-25%. Если отсюда вычесть условную инфляцию в 10%, то мы получим эффективную доходность 15%. Так вот, есть 100 рублей, которые у нас работают с эффективной доходностью, с поправкой на инфляцию с доходностью 15% годовых на протяжении 60 лет. Кто-то скажет, 60 лет я столько не проживу, просто нужно понимать, что на другой чаше весов находится вот такая вот история, связанная с тем, что каждые 100 рублей с доходностью 15% эффективной за 60 лет превращаются в 500 тысяч рублей. Порядка 500 тысяч рублей на самом деле, если быть точным, превращаются в 438 тысяч рублей. При этом нужно понимать, что они превращаются не в 438 тысяч рублей номинальной стоимости, в количестве нулей, количестве купюр, которыми владеете, они превращаются в 438 тысяч рублей реальной стоимости активов. То есть, по сути, сохраненная покупательская способность 100 рублей на 60-летнем промежутке времени. И кто-то говорит, это слишком далеко, это слишком все равно сложно, я столько не проживу, я столько не готов ждать. Ребят, ну речь-то идет о чем? Речь-то идет о 100 рублях. Ну, то есть, когда мы готовили данное видео и производили непосредственно подсчеты, чтобы это сделать, началось все с того, что 1 рубль превращается в 5 тысяч. То есть, 100 рублей превращается в 500 тысяч. Тысячу рублей нужно понимать, что превратится в 5 миллионов. Тысяча рублей. Насколько сейчас есть возможность у людей тысячу рублей инвестировать с доходностью 15%? И здесь возникает большой вопрос, да, то есть, где найти эту доходность? Но сегодня видео не про это, сегодня речь про сложный процент. Мы много слышали про сложный процент, мы много слышали истории, связанные с тем, что то, за сколько было куплено там остров Манхэттен, да, у индейцев, то сколько это было тогда и сколько это будет сейчас. Очень много примеров приводится к тому, каким образом работает сложный процент, но это действительно чудо. И чудо сложного процента заключается в том, что вам деньги приносят еще большие деньги. И тогда возникает вопрос, а где взять этот сложный процент? И когда мы говорим про сложный процент, нам важным является, ключевым моментом является реальная доходность. Реальная доходность с поправкой на инфляцию. И мы сейчас говорили о доходности 15%. На самом деле можно пересчитать, и кто-то скажет, что доходность 15% это много, надо брать меньше, да, реальной доходности. Давайте возьмем доходность 8%, там из 2 раза меньше. И сколько у нас будет через 60 лет? В 2 раза меньше процент, и вот наши 100 рублей превращаются всего лишь в 10 тысяч. Но тем не менее, даже такая норма доходности, это очень круто. С поправкой на инфляцию, опять же, я говорю. И тогда возникает вопрос, что в формуле сложного процента очень важно время. Чем дольше, тем это работает непосредственно эффективнее. По поводу сложного процента еще тоже мне хочется поговорить, связанного с тем, что пришел комментарий недавно. И мне часто, кстати, такие комментарии приходят, что вот продается волшебный робот, и этот робот делает доходность 30% в месяц. Я всегда в этом случае вспоминаю историю из кинофильма «Область тьмы». Ну, уже неоднократно приводил этот пример, да, когда человек, в принципе, вся проблема, которая началась у героя Брэдли Купера, была связана с тем, что он там взял в долг у человека порядка 150 тысяч долларов, потому что, видите ли, он слишком медленно поднимал деньги, да, которые открыл в брокерский счет. Но на самом деле торговый робот, вот вы верите в то, что у вас есть торговый робот, который будет вам делать 30% в месяц. Ребят, давайте я вам посчитаю, что за 5 лет, если вы будете каждый месяц на вложенные деньги делать 30%, то это получается 30% годовых в 60-м периоде. Это каждый вложенный рубль превратится в 6 миллионов 864 тысячи 377 рублей. Если вы вложите в такой робот 1 миллион рублей, то у вас через 5 лет будет капитал в размере порядка 7 триллионов рублей. Это то, во сколько оценивается сейчас весь российский фондовый рынок. Все акции, которые обращаются на российском рынке ценных бумаг. И тогда у меня возникает закономерный вопрос. Если у тебя есть такая машина по производству денег, зачем тебе ее продавать? Зачем тебе ее продавать? Но она сама по себе генерирует такую прибыль. За сколько ты ее продаешь? И поэтому это к вопросу, что чудес не бывает. И я говорю о том, что сложный процент – это гениальная история. Это крутая история, которая действительно позволяет обрести финансовую свободу, финансовую независимость. И в данном случае под финансовой независимостью свободу я понимаю не то, что достаточно денег на удовлетворение каких-то потребностей, а это свобода выбора действий, где жить, чем заниматься и что делать. Это не бездельничество и это не пенсия в 35. Нет, ребят. Это то, что дает свободу выбирать, что я хочу делать. Свободу выбрать место жительства. И находясь в любой точке планеты, имеет достойное медицинское обслуживание, имеет достойный уровень жизни, иметь, соответственно, хорошее, отличное образование, лучшее мировое и раскрывать свой собственный внутренний скрытый потенциал. Это действительно позволяет сделать сложный процент. Единственный его недостаток, что эффект работы сложного процента виден только через 15-20 лет. И поэтому лучше выбирать менее рискованные вещи, с меньшей нормой прибыли, но при этом вы получите свое в последующих периодах. Я постараюсь к данному видео подготовить слайд, то есть формулу сложного процента, как она растет в зависимости от нормы доходности, с которой работает ваш капитал. Сегодня у меня на этом все. Ребята, если понравилось видео, если стало понятно, что такое формула сложного процента, в чем ее чудо, то ставьте лайк данному видео, оставляйте комментарии, с какой нормой доходности готовы работать лично вы, что вы думаете по поводу торговых роботов, что вы думаете по поводу того, какими способами защищать средства от инфляции, чтобы реальную доходность вывести в положительную плоскость. Потому что сложный процент очень важно. Я здесь, наверное, сошлюсь на слова и концепции Джона Богла, что номинальная доходность, она очень серьезно отличается от реальной доходности. То есть номинальную доходность нужно уменьшать на уровень инфляции. Оставляйте ваши мысли, что является хорошим способом защиты денег от инфляции, чтобы получить доход сверху в районе 10-15%. Я думаю, что это станет хорошим ресурсом для всех подписчиков. А если еще не подписаны, вы знаете, что сделать. Подписаться и колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok